Здравствуйте, православные! 26 октября, и мы с вами продолжаем нашу традицию ежедневных встреч на площадке Русской иконописной школы, где мы говорим о святцах Русской Православной Церкви. Сегодня, 26 октября, Церковь празднует память Иверской иконы Божией Матери. О ней вы услышите сегодня на множестве православных ресурсов, на которые, я рискну предположить, вы уже подписаны. Поэтому мы будем говорить о другом. Также в этот день Церковь празднует память мучеников Карпа, епископа Феатрийского, Попилы Дьякона, Агафодора и мученицы Агафоники, мучеников Флоренция, мученика Вениамина Дьякона, преподобного Никиты Исповедника, преподобного Вениамина Печерского, святителя Милетия, патриарха Александрийского, воспоминания чудо великомученицы Златы в Скопье тоже происходят в этот день священномученика, Иннокентий Николая Пресвиттера в 1937 году пострадавших, тоже Церковь вспоминает из новомучеников. В 1993 году в этот день произошло обретение мощей священномучеников Адея, архиепископа Тверского, и Седминизерской иконы Божией Матери в 17 веке тоже вот происходит воспоминание. А поговорим мы о преподобном Вениамине Печерском. Житье его умещается в считанные строки, вот буквально вот в моем издании это 6,5 строчек. Жил в 14 веке и до принятия монашества был купцом великим, но когда однажды во время богослужения ему в сердце запали слова спасителя, яко неудобь богатый вне царствия небесное, раздал свое имение нищим и стал иноком Киево-Печерской лавры, угождающий Господу Богу в постах и молитвах даже до смерти, погребен в дальних феодосиевых пещерах. Вот смотрите, как лаконично иной раз Минея повествует о цветом. Что же до темы для размышлений, то как-то вот, ну видимо обстоятельства к тому располагают, или осеннее настроение октябрьское, не знаю. Но вот в прошлый раз мы говорили об апокалипсисе, и в этот раз тоже вспомним апокалипсис, там где Господь обращается к семи церквям и помните, говорит, «И если не исправишься, то приду и сражусь мечом уст моих, обоюдоострым». И апостол Иоанн действительно видит Господа, стоящего среди семи светильников, с мечом, который исходит из уст его. И вот отцы говорят, что обоюдоострый меч – это ветхий и новый завет, и как раз про то, что Писание, оно проницает, вот прямо до костей пронизывает. Как, собственно, вот с преподобным Вениамином и случилось. Во время богослужения ему в сердце запали слова Спасителя, «Яко неудобь богатый, внец царствие небесное». Всего-то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь слов. Матфея 19, 23. И как изменилась жизнь человека. Поэтому вот действительно, не устаю повторять, есть очень хорошая книга, все три слова с большой буквы, следует ее иметь при себе всегда, как мы имеем мобильный телефон, да, как вот тоже была хорошая проповедь. Кстати, авторство почему-то не упомню. Простите, как-то вот, да, да, не припомню авторство. Но там была хорошая параллель. А что если бы мы вот Библию носили с собой как мобильный телефон? Что если бы мы забыли мобильник, мы за ним возвращаемся, имеем две минуты, открываем экран мобильного телефона и начинаем там сидеть, что-то рассматривать, читать, просматривать, опять же, да. Вот так же бы хорошо было бы и с Библией, да, и не выпускали из рук, и все, и имели в качестве темы для разговора, и, повторюсь, даже испытывали некое необъяснимое странное беспокойство, если рядом с нами нет мобильного, то, пожалуйста, рядом с нами нет томика Священного Писания. Думаю, на сегодня я сказал достаточно, и да будет преподобный Вениамин Печерский нам примером. Все, пожалуй, берегите себя и возвращайтесь завтра, православные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...